По данным Зиарул Дегарда, принадлежащие лидеру демократов охранной компании Аргусес заплатили за предоставленные на рождественской ярмарке в центре столицы услуги без малого полмиллиона леев. Организаторы мероприятия заявили для ТВ8, что фирму выбрали не на конкурсной основе из-за ограниченности времени. Из всех предложений эта компания запросила самую низкую цену. Андрей Лукоман утверждает, что обратился к услугам частной охранной фирмы, поскольку установленные на ярмарке полицейские не соответствовали всем требованиям. Зиарул Дегарда пишет, что охранную компанию Аргус-С администрирует Валентин Зубик, бывший замминистра внутренних дел, в период коммунистов, который проходил по уголовному делу о 7 апреля 2009. В прошлом году эта компания подписала 11 контрактов с госучреждениями и получила за свои услуги почти 7 миллионов леев, отмечается в статье. Агенты этой компании стали известны после того, как запретили журналистам Зиарул Дегарда снимать вблизи здания GBC, там, где Влад Плохотнюк ведет свои дела. Сам Валентин Зубик вначале попросил нас перезвонить, затем не отвечал на звонки. А 10 полицейских из всех, кто обеспечивал общественный порядок на рождественской ярмарке, получили благодарность. Согласно информации, полицейские получили и небольшие надбавки к зарплате. Но сколько человек и в каком размере, неизвестно. В этом году рождественскую ярмарку впервые в Молдове организовало правительство, а не премария. Для этого из государственного бюджета было потрачено 8 миллионов леев.